Погода такая новогодняя, стоим, проехали Бердзор, подъезжаем к Лачину, стоим в Лачинском коридоре. Здесь вот и российские миротворцы, и пробка вот такая вот образовалась у меня за спиной. Но я думаю, скорее всего, это пробка из-за погоды. Скоро двинемся дальше в Степанакер. Да никто и не сомневался, что эти шакалы, могучие воевать с безоружными и стариками, и только при помощи турок и других наемников головы сечь. Одни против армян не попрут без турок. Для того, чтобы хоть как-то одолеть армян, им нужны турецкие офицеры и туркоманское мясо. Своё мясо шло вторым сортом. Вот этот аскер даже проговорился о пакистанцах на видео. А парад в Баку только показал, что Азербайджан нынче турецкий велоед. Вообще, скажу вам, была бы у некоторых граждан Азербайджанской республики голова, они бы поняли, что Зафергеню должен отмечать Путин с Эрдоганом. Они лишь разделили трапезу под названием «Азербайджан» на сферу влияния. Армянских оккупантов, может, и нет, но есть российские и турецкие. Именно поэтому я был в Карабахе и азербайджанской печати в моём паспорте. Полный йог, как говорится. Но поговорим не об этом. С этими головорезами всё понятно. Поговорим о наших людях, коих ничто не сломило. Не о предателях, которые до сих пор делят шкурные интересы и раздаривают земли в Арцахе, в Сюнике. А о людях поговорим. Временами буду размещать фотографии, снятые мной по пути. Итак, для тех, кто интересуется, дорога по Лачинскому коридору охраняется российскими миротворцами. Она безопасна, если не столкнуться с азербайджанскими провокаторами. Такое может быть и бывало. Проблема ещё в погодных условиях. В горах снег мы нарвались и на туман, видимость которой была до 10 метров. Раз за разом приходилось поглядывать по сторонам, чтобы не угодить в обрыв. Я уж не говорю о неразорвавшихся снарядах. Хвосты коих встречались на обочинах. Продвигаясь сквозь Карабахский туманный Альбион, мы наткнулись на нечто хуже, чем всё описанное выше, о чём я уже говорил. Свежая надпись Шуша, рядом с которым веет тот самый турецкий флаг. А уже через несколько секунд показалась фигура азербайджанского постового под эгидой турецкого стяга, пристально следящего за нашим автомобилем, в котором находились, кроме меня, мои коллеги, небезызвестные журналисты Аббас Джума и Александр Лапшин. Здесь у поворота на Шуши нас остановил как раз-таки тот самый патруль, но российский. Флаг турецкий снимем. Российские и армянские посты стоят через каждый километр. И те, и другие предупредили, что останавливаться нужно только перед российскими и армянскими постами с соответствующими флагами. Ни в коем случае не останавливаться перед гражданскими лицами или тем более азербайджанскими военными, так как бывали случаи пропажи людей. Теперь о Степанакерте. Как я уже сказал в сюжете, на первый взгляд Степанакерт не напоминал город, по которой прошлась война. Удары дронов и байрактаров наносились пожилым кварталам, находящимся за пределами центра города. Видимо, враг намеренно бил по церквям, жилым домам и больницам, чтобы как можно больше было пострадавших среди мирных жителей. Заодно и навести панику среди уцелевших гражданских лиц. Но паники не случилось. Уже в считанные дни после размещения миротворцев в Арцах стали возвращаться беженцы из Армении. Это только подтверждает, что ракетными ударами и исламистскими джихадистами карабахцев не запугать. Арцахская атрибутика вся на месте, как вы видите. Город украшен флагами непризнанной республики и патриотическими призывами. Все ровно так, как и было год и более лет назад. Ничего не изменилось. Проблемы были со связью, электроснабжением и товарами первой необходимости. Но сейчас и здесь тоже вроде бы как устаканилось. Собирались ехать также в Дадиванг, но не успели. Разминулись группой священников, которых туда сопровождают миротворцы раз в две недели. Отправились вместо этого в Мартуни. И вот на протяжении нескольких недель в этом городе проходили ожесточенные бои. Добрались до Мартуни. Чем южнее, тем теплее. Вы сами видели, что в Лачинском коридоре было довольно-таки холодно. Сугробы там в Степанакерте чуть холоднее. Ну а Мартуни вообще благодать. Здесь даже вот гранаты цветут. Ну люди, конечно же, не успели убрать. Вот я вижу, дядька там один собирает гранаты. Ну здесь целые плантации. Конечно, таких земель с неубранным урожаем здесь очень много. Дай бог будет мир. Дай бог придет еще мир на эту благодатную землю. Поехали дальше. Однако Мартуни удалось не только отстоять, но и выбросить противника на пару десятков километров назад. Город подвергался ежедневным ударам с неба. Почти каждый второй жилой дом разрушен. На одной из улиц мы увидели бабушку, которая рылась в завалах своего дома. Вернее, в том, что от него осталось. Здесь, в этом улице, один дом нету, чтобы не... Есть точно. Все ранено. А, все ранено. Много домов пострадало, да? Да, да. В нашем улице почти редкий дом есть. И это тоже не разрушено, но стекло разбило дверь. Поврежденные, да? Супруг был дома, да, когда попал в снаряд? Муж. Муж был дома. Ага. Он вообще не хотел из дома выйти. Последний день. С ней поговорили. И ночью вот так погибал. Не знаю. А у вас есть дети и внуки? Да. У меня четыре сына, одна девочка была. Два сына погибли на Первом войне, 92-94. Ну, сейчас два сына и одна девочка есть. Девочка с мужем, с детьми живет в Сипанагетте. Ну, а два сына здесь. Похоронены, да, здесь? А два сына здесь похоронены, а два сына живут. Живут. А вы сейчас у них, да, живете? Да, я сейчас у них. Это все, что осталось от вашего дома, да? А, только вот камень. Это что видите? Я могу вам еще впереди показать. Совсем невозможно что-нибудь. А ты только несколько штук в постели вытащил. Все, все. Или хотите отсюда покажу, или там. И таких примеров достаточно много. Кстати, там же, в Мартуни, мы встретились с Робертом Асрибабаяном, который стал свидетелем удара по колонии машин, в котором ехал генерал Джалал Арутюниан. Именно Роберт на своей хлебовозке, на которой работает, вовремя оказал помощь генералу и доставил его в скорую помощь. Доспехи генерала, его оружие и бронежилет находятся в доме у Роберта. Ждут хозяина. Также мы отправились в Амарас, старинный армянский монастырь 4 века. Буквально на подъезде к монастырю нас остановил армянский патруль. Подъехать ближе не дал. Сказали, небезопасно, так как азербайджанские варвары стоят в нескольких метрах с южных ворот монастыря. В любом случае, монастырь под охраной азербайджанским варварам препятствуют как армянские военные, так и российские миротворцы. Насколько я знаю, внутри имеются иконы и прочая атрибутика. Судьба икон храма в Шуши вот ее запечатлел. Надеюсь, не постигнет те иконы, что из Амараса. Вы же знаете, что в Баку только показухой толерантной занимаются. А на деле сами видели, как они относятся к христианской атрибутике. Об этом всем поговорим в следующем выпуске, а пока хотелось бы просто о людях, о людях пострадавших. В Степанакерте их немного, зато переполнены госпитали Еревана. Причем как гражданскими, так и военными. Наш десант Джумой Лапшиным, НЖД, навестил и Александра Котенка, оказавшегося под бомбежками церкви Шуши. Страшный удар не только по Армении, но и по всему христианскому миру, потому что враг не остановится. Я считаю, что все-таки это поражение в этой 44-дневной войне, что бы ни говорили. Бойцы сражались достойно. Вопрос к политикам и вопрос к генералитету. Потому что подготовка к этой войне оценка 2. Полная неготовность и по линии ПВО, и южный фланг, который враг прорвал, и потом парадным маршем дошел до Шуши, не встречая сопротивления по этому ущелью. Огромное количество вопросов. Но я считаю, что ничего не закончилось. Все только начинается. Поэтому перед Арменией огромная задача в кратчайшие сроки мобилизовать общество и перестроить свои вооруженные силы, если Армения желает продолжать существование как независимое государство во враждебном окружении. И в Арибуни, и в Мурацане довольно много молодых парней, отличные врачи, отличное ухаживание за всеми. Питание отличное, домашнее, я бы сказал. К тому же родные могут находиться с ними 24 часа. Этому не препятствуют. Кстати, там же на самом верхнем этаже лечатся и азербайджанские военнопленные, в том числе два джихадиста из Сирии. Там усиленная охрана на этаже. Что касается наших, то судьбы пациентов разные, как и ранения. Кто-то успешно идет на поправку, кому-то еще предстоят долгие лечения и реабилитация. И все сильны духом и физикой. Они не проиграли, все еще впереди. А пока нужна помощь моральная и материальная. Надеемся, что правительство Армении бросит все силы не на сохранение своей задницы, а на помощь всем пострадавшим. Пока же этим занимаются только отдельные личности. Артур Нжде из CrossFit Haestan, занимающийся гуманитаркой для раненых и семей погибших. Давид Тоноян из Армянского музея Москвы и культуры нации, занимающийся гуманитаркой для беженцев. И все эти месяцы, находящиеся рядом с ними. Также блогер Арутюн Акопиан, доставляющий в Арцах техническую помощь для гражданских и военных. Уверен, таковых немало. Я лишь назвал тех, с кем лично знаком. Также Александр Лапшин здорово помог со своей стороны. Через наш контент «Антитопор» Лапшин объявил аукцион на куртку, в которой был арестован Алиевым, и чьи люди покушались на его жизнь в Баку. Стартовую цену выставили в 100 долларов, но она поднялась до 2700 долларов. Куртку приобрел молодой человек из Лос-Анджелеса, владелец сайта azriwarcrimes.org. Понятное дело, что ему нужна была не столько куртка, сколько оказание помощи нашим бойцам. Ведь Лапшин все эти 2700 долларов распределил по раненым в Ереване. Продолжение следует... 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 Вот такой вот коридор, пока он расставлен, мы спокойно, свободно передвигаемся. Снова колонна российских миротворцев, Аббаз Джума, с кем я ехал все это время, я перешел дорогу, чтобы поближе снять церковь. Хватит уже разбазаривать земли.